Дело в том, что, ну, попросту говоря, мне кажется, мы входим в такой драматический период. Вот будем в декабре отмечать, как бы, 30-летие Беловежских соглашений, то есть, де-факто, 30-летие окончания СССР. Как бы это будет 30-летие, которое, знаете, это как 30-летие падения Берлинской стены для Европы. Вот для наших земель 30-летие Беловежских соглашений – это, собственно говоря, историческая дата, которая касается жизни всего этого пространства, всех этих земель. Они, значит, все получили новые возможности, новую свободу для того, чтобы самостоятельно каждой, так сказать, земле, каждой территории, себя, каждой стране в дальнейшем, да, как это стало, определять свое будущее. И вот мы подходим к этому 30-летию в ситуации размораживания конфликтов, которые 30 лет стояли. Началось это, да. Если мы можем считать еще, что, ну, допустим, российско-грузинский конфликт 2008 года – это следствие какой-то там, ну, нелепости, условно говоря. То есть, он разморозился, даже и без воли Кремля, скажем так, безактивной позиции Кремля. Но с 2014 года это не так, конечно. Потому что с 2014 года совершенно ясно, что Кремль является, как бы, спонсором размораживания. Потому что… А, 2014 год. Крым и Украина, да, 2014-2015. Затем, посмотрите, 2019 год. Беспрецедентное давление на Лукашенко со стороны Кремля. Просто оскорбительное. В течение целого 2019 года Кремль публично на своих телеканалах обсуждал вопрос, как бы, а сколько времени займет оккупация Беларуси, значит, танковыми бригадами. А эксперты выступали и говорили, а будут ли, значит, белорусы организовывать партизанское движение, если, значит, наши танки войдут туда. И одни говорили, да нет, белорусы, они, в общем-то, такие домашние, они подчинятся. А другие говорили, нет, у белорусов огромная история партизанской борьбы, надо опасаться и так далее. Вот эта атмосфера чудовищная, значит. И атмосфера обсуждения целый год того, что, знаете, Беларусь, ведь она совершенно не самостоятельная. Вот если Путину надо продление срока, да, то, может быть, нам присоединить Беларусь просто в качестве девятого федерального округа. Вот это все белорусский эстеблишмент выслушивал в течение года. Ну, конечно, понятно, что они в союзном государстве и все такое, но, тем не менее, за то же, за постсоветский период они сформировали себе представление о суверенитете. То есть, это оскорбительно. Значит, это что такое? Это делалось Кремлем. Значит, в Молдове, в Молдове, да, как бы, совершенно новый период вмешательства Кремля и попыток борьбы против, значит, Зададона против Санду, да, то есть не дать выйти Молдове из, значит, орбиты никаким образом. Ну, и вот теперь, как бы, Армения. Это совершенно, как бы, такая ситуация, конечно, сложная. Почему? Потому что, посмотрите, ведь Кремль может сказать, мы тут ничего совершенно не делали. Да, не поддержали армян, это факт. Но ведь, посмотрите, в течение полугода, значит, кремлевские медиа рассказывали собственному населению и всему окружающему миру, что, значит, Пашинян – это результат цветной революции. Значит, и дальнейшая интерпретация, посмотрите, какая чудовищная, российскому населению так и предлагается понимать ситуацию. Знаете, мы решили его не поддерживать, потому что он, в общем-то говоря, прозападный, да, поэтому, собственно говоря, и не будет военно-политической поддержки. То есть, такая позиция, такая степень грубости в отношении, ну, как бы, сказать, народов, которые окружают вот современную Москву, это же, конечно, является формой стимулирования теперь развязывания конфликта. Я хочу сказать, что надо понимать, что до 2000, там, не знаю, 5-го, 6-го года и даже в каких-то вопросах до 2010-го Кремль и Путин постоянно подчеркивали, что они являются сторонниками политики замороженных конфликтов, не размораживать. И вся российская дипломатия об этом говорила на каждой встрече. Значит, как бы, что нам достались эти конфликты, и как бы, как бы, не мы их начинали, значит, как бы, и не нам их размораживать. Это была довольно-таки, я бы сказал, мудрая позиция, потому что никто решительно не может сказать, чем должно закончиться размораживание. И во всяком случае, оно кончится точно, как бы, большими жертвами. Я хочу сказать, что, глядя на армянскую ситуацию, я очень скорбел просто, потому что было совершенно ясно, что размораживание, которое предпринимает Азербайджан при поддержке Турции, оно ведь ни к чему хорошему не приведет. Да, триумф, конечно, для Азербайджана – это, конечно, так сказать, важное наслаждение минуты. Да, усиление позиции Алиева, что, конечно, там, так сказать, важно для Азербайджана, наверное. Но с точки зрения такой длинной исторической перспективы, это, конечно, плохая история, потому что это все обостряет геополитическое мышление. Значит, надо сказать, что геополитическое мышление не ведет никуда, кроме войны. Это и никогда не было. Как только вы видите активное пробуждение геополитического мышления, можно твердо сказать, что в горизонте 15 лет вас ждет истребительная война. Потому что за 15 лет при геополитическом мышлении будет формироваться все более углубляющаяся метафизическая ненависть к каким-то народам, у одних народов к другим. Потому что так геополитика устроена. Вы начинаете мыслить в себе в виде метафизического врага своего соседа. Все более и более нагнетая его негативный образ. И результатом этого является в дальнейшем и срыв, и с тормоза, и начало большой войны. Поэтому сейчас, когда люди начинают искать в этих всех событиях такой важный геополитический смысл, они подыгрывают в результате этой перспективе большой войны. Вот что здесь плохо, на мой взгляд. И довольно опасно для всего региона и для всех людей, для тех, кто находится в этих землях, в Центральной и Восточной Европе.